Атлантического альянса в Брюссель по поводу организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответа на наши озабоченности, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на Восток теперь уже и за счёт бывших республик Советского Союза, включая и Украину. Я знаю, что такой анализ проведён. Вы провели работу и с коллегами из других ведомств, министерств. И, конечно, мне бы хотелось послушать и ваш анализ, и ваши предложения по поводу реакции на полученные ответы из Вашингтона и Брюсселя. Уважаемый Владимир Владимирович, мы работаем по Вашему поручению. С середины декабря, когда наши инициативы были представлены американцам и членам Североатлантического альянса, состоялись встречи с американской делегацией и затем в рамках Совета России и НАТО, это было в середине января, в ходе которых мы предметно разъяснили значение наших инициатив для решения ключевых проблем безопасности в Евроатлантике. Затем Байден, госсекретарь США, попросил меня об отдельной встрече, чтобы дополнительно уточнить некоторые вопросы, что мы с ним и сделали, встретившись в Женеве. После чего через несколько дней, 25 января, нам прислали ответы Соединенных Штатов и ответы Атлантического альянса. Мы их внимательно изучили вместе с нашими коллегами в межрежностном формате. Ответ США, прежде всего, нас интересует, потому что всем понятно, кто играет главную роль в решении этих вопросов в западном лагере. Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наших ключевых проблемы, которые мы обозначили. Нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан основополагающий акт России-НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности. И по этим вопросам ответ отрицательный. У нас, конечно, удовлетворить не может. Сказано, что превыше всего это право любого государства выбирать союзы, присоединяться к союзам, менять свои союзы, и это как бы не обсуждается. Мы напоминаем американцам и другим нашим западным коллегам, что это право, закрепленное в решениях на высшем уровне ОБСЕ на саммитах 1999 года и 2010 года, закрепленное в Римской декларации России-НАТО 2002 года, в Лиссабонской декларации саммита России-НАТО 2010 года, оно не безусловное, оно прямо обусловлено другими вещами, которые были поддержаны в повторющий раз консенсусом в качестве пакета. Вторая часть этого пакета заключается в том, что право каждого государства выбирать союзы ограничено его же обязательством не укреплять свою безопасность за счет безопасности любого другого государства. И второй там момент, еще очень важный, заключается в том, что ни одна страна, ни одна группа стран, ни одна организация не может доминировать на пространстве ОБСЕ. Мы же наблюдаем, к сожалению, попытки наших НАТОвских коллег и ищущего свое место Евросоюза, каким-то образом сделать так, что именно они должны определять дальнейшее развитие нашего континента. Поэтому в промежутках между контактами, которые были у вас, которые были у нас по линии министров иностранных дел, я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя в скобках, что пока до этого дела не дошло, это еще не скоро состоится, но мы все знаем, как такие заверения работают. Я получил ответы неудовлетворительные, никто из моих коллег-министров не ответил на мое прямое послание. Получили мы две маленькие бумажки, одну от чиновника Столтенберга, генсека НАТО, вторую от чиновника Борреля, главы дипломатии Европейской внешнеполитической службы, в которых сказано, вы не волнуйтесь, надо продолжать диалог, главное, обеспечьте деэскалацию вокруг Украины. Я считаю, что это как раз пренебрежение той нормой, которая была закреплена на высшем уровне, и согласно которой ни одна организация не может считать себя главной и доминирующей в Евроатлантике. Поэтому будем продолжать добиваться конкретной реакции от каждой страны, поскольку все документы, о которых я вот сейчас докладываю, были подписаны в национальном качестве, и в этом же национальном качестве за их содержание, за обязательства по этим документам нужно отвечать. Это что касается первой неудовлетворяющей нас части американского, прежде всего, ответа. Вторая часть, она в известной степени носит конструктивный характер. В ней предусмотрены достаточно конкретные меры и в отношении решения проблем ракет средней и меньшей дальности, наземного базирования, после того, как американцы разрушили соответствующий договор. Там же содержится конкретное предложение по целому ряду мер о снижении военных рисков, мер доверия и военной транспарентности. Интересно, что практически все вот эти вот компоненты, которые американцы включили в свой ответ, они отражают инициативу, продвигавшуюся Российской Федерации за последние несколько лет. По ракетам средней и меньшей дальности, с сентября 2020 года мы ждем ответа на ваше послание, которое предлагало договориться о взаимных и взаимно проверяемых мораториях на развертывание этих видов вооружения в Европе. Никто на него так и не ответил. И речь идет о мерах по отводу учений от линии соприкосновения России и НАТО, о том, чтобы согласовать предельную дистанцию в избежении боевых самолетов и боевых кораблей. И в целом ряде других таких вот военно-технических мер в сфере укрепления доверия, которые содержались в предложениях нашего генерального штаба, направленных в НАТО в 2020 году, тоже оставшихся без внимания. Сейчас на все вот эти наши инициативы следует уже достаточно конкретная реакция, готовность вступить в серьезные переломы. Понятно, что наша инициатива по евробезопасности, гарантиях безопасности, которую мы выдвинули и очень четко продвигаем, и четко обозначили в ней свои коренные интересы, она встряхнула наших западных коллег и послужила той самой причиной, по которой они оказались более не в состоянии игнорировать многие наши предыдущие обращения. Поэтому, мне кажется, здесь мы можем рассмотреть, как двигаться вперед вот по этим направлениям, но исключительно в рамках сохранения целостности нашей инициативы от декабря прошлого года, в рамках обеспечения комплексного подхода, который заключается не только в каких-то конкретных договоренностях по пусть важным, но отраслевым, отдельным, второстепенным аспектам поддержания военной безопасности, но прежде всего в контексте правового урегулирования вопросов, которые сегодня, в общем-то, угрожают евроатлантическому региону. Имея в виду то, с чего мы начали в наших инициативах, когда вы неоднократно подчеркивали, в том числе в ходе последних своих телефонных разговоров, на пресс-конференциях, это обеспечение неделимости безопасности, в том числе в плане нерасширения НАТО, неразмещения ударных вооружений и возвращения конфигурации 1997 года. Мы убеждены, Министерство иностранных дел, что этот подход вполне должен оставаться у нас в приоритетной повестке дня. Мы, развивая диалог по некоторым аспектам, которые имеют прикладное значение уже сегодня с нашими западными, прежде всего с американскими коллегами, будем параллельно добиваться от них ответов на законные вопросы, которые мы поставили и которые вы неоднократно подтверждали, в том числе на пресс-конференции с Эммануэлем Макроном. Вы, по-моему, очень наглядно показали перспективы втягивания Украины в НАТО в современных условиях, и учитывая те амбиции, которые пытает киевское руководство. Сергей Викторович, как Вы, по Вашему мнению, всё-таки есть шанс договориться с нашими партнёрами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность? Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения? Значит, ну мы уже не раз сказали, и Вы говорили, и другие представители Российской Федерации, что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения СИЗО. Но всё-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда. И Ваши последние контакты с руководителями Соединённых Штатов, Франции, вот завтра приезжает канцлер Германии, ко мне обращаются наши коллеги, завтра будет глава МИДа Польши, через два дня глава МИДа Италии, и другие контакты намечаются. Всё-таки наша такая последовательная, разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты, при готовности выслушать какие-то серьёзные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны. Они, конечно, не должны продолжаться бесконечно, но на данном этапе я бы предложил их продолжать и наращивать. Хорошо. У Вас есть уже проект ответа, да, на те документы, которые к нам поступили из Брюссерии, из Вашингтона? Да, он исходит из вот той... Я понимаю, но он сформулирован этот пакет. Он сформулирован на 10 страницах. Спасибо.